Я думаю, что ничего нового не скажу, если еще раз скажу, что да, возможно, и есть сигналы реальные, сигналы, которые говорят о том, что в Москве такой вариант не то что не исключают, а к нему готовятся. Я имею в виду переброску в Крым 56-й десантно-штурмовой бригады из Волгоградской области, ее перебрасывают в Крым, и там даже вот эти вот видео, которые во множестве циркулируют в российских СМИ, в российских социальных сетях, показывающие движение военной техники по дорогам, и по железным дорогам, и по автомобильным, это во многом, это как раз речь идет о переброске вот этой 56-й десантно-штурмовой дивизии, бригады, прошу прощения, бригады, конечно. Так вот, десантно-штурмовые части и соединения, они предназначены для, это средство первого удара, если можно так сказать, они предназначены для того, чтобы захватить плацдарм где-то на территории противника и удерживать его до тех пор, пока туда не высадятся или не будут переброшены уже более серьезные, более значимые части. Десантно-штурмовые бригады – это элитная часть, это или даже наиболее элитные части российской армии, да не только российской армии, любой армии. Просто потому, что они должны решать вот эти вот очень сложные задачи, оказавшись на чужой территории, захватив плацдарм или там аэропорт, аэродром или какой-то военный объект и удерживая его до тех пор, пока не подойдут основные силы. Вот то обстоятельство, что эта часть оказывается в Крыму, свидетельствует о том, что в планах российского генерального штаба, который, естественно, докладывается Владимиру Путину, наступление вдоль трассы Северокрымского канала – это вполне реальная перспектива. Будет она реализована или нет, ну, сказать никто не может, потому что никто не может влезть в голову Владимира Путина, понять, как он размышляет и о чем он думает. Но, судя по тому, как сказала в свое время Ангела Меркель, он живет в иной реальности, исключать того, что такое решение придет ему в голову, он его примет, я не стал бы. Это вполне возможно. Спасибо.